зашел я короче в пляжный шейк и решил здесь заказать себе покушать взял я в общем салат морепродуктов выглядит он вот так вот правда темновато сейчас включу фонарик вот вот это вот салат с морепродуктов здесь заявлено в перечне всего что здесь есть здесь тунец я вообще заказывал с морепродуктов они мне сделали с тунцом индусы это вообще своеобразный народ серьезная заказывал с морепродуктами там креветки кальмары должны были они меня забацали короче день тунца день сурка мне день тунца месяц не был завтрак с яичница с тунцом вечером салат с тунцом короче как-то так получилось это уже пляж мандрым я сарамболя с той стороны пришел сюда и уже здесь выход на дорогу чтобы идти домой из темно здесь не видно как бы туда углу кафешка думаю сяду посижу дома как бы тоже особо делать нечего байка нету ездить куда-то пока не могу хожу пешком ходить пешком далеко расстояние как бы километра два-три надо пройти там сколько я набегаю такие пироги короче буду ужинать на нее друзья зря я наехал сэнки здесь есть все и кальмар и креветки и тунец они туда положили короче все есть и заказал еще вот лепешки к этому салату потому что есть ну без хлеба как бы чуть-чуть не там мы люди славянские привыкли все есть кремом короче вот такой ужин у меня на берегу океана там шумит океан здесь такой вот шаг вот такая нагландская романтика иду друзья с пляжа накупил он вошел в овощную лавку овощей себе разных и морковку и лук и синенький чеснок томаты короче хочу сделать рагу такую стушить овощи что я мне пробила по кулинарию честно говоря вот этот сел food салат с морепродуктов которые что-то мне не сильно понравился и в половину не сел какой-то он немного не не свежий был мягко говоря ну может быть не показалось но именно то нет что-то мне как-то не сильно приятно пахнул в общем я его побоялся хавать так чуть-чуть ел ну в основном не съел лучшее морепродукты если у вас есть кухня вашем жилье своя кухня посуда то лучше купить свежие и приготовить сами потому что можно нарваться на отравление ну нафиг не хотелось бы а здесь это случается довольно часто так судя по отзывам которые я читал бывает не все добря добропорядочные хозяева заведений так шо как говорят у нас в украине мой канал вот и дела смотрите друзья гуя вкуснятина вчера забезал вот такой вот рагу овощной оси этих с помидоров картоха красный перец сладкий морковка ну короче все овощи все что было купил целый пакет этих овощей и сделал такой овощной рагу что мне захотелось здесь просто есть вся посуда все для готовки почему бы не сделать яичницу поджарил эту рагу овощное и еще у меня есть вчера покупал тунец тоже нормальная тема и короче сейчас сварганю завтрак думал что я буду обедать ужинать и завтракать в кафешках но честно говоря тут рядом близко возле моего района кафешек я не вижу особо каких-то знаю поэтому готовлю дома вот себе собрал такой завтрак рагу приготовил уже показал потом яичница и тунец и кофеек конечно само собой без кофе не могу вот такой завтрак в гоа ладно буду завтракать друзья я живу рядом с местным рынком вот такая улица и она вся в магазинчиков лавочка нашел здесь фруктовую лавку лавочная фруктовая вы смотрите ассортимент огурцы синенькие кукуруза зелень всякая есть гранаты арбузы в общем все что хочешь вот набрался бананов гранат арбуз взял апельсины такая вот улочка живая вся тут народ ныряет туда-сюда уже новогодние всякие украшения продают вовсю домашняя утварь всякая разная продается тоже то есть если вам что-то не хватает вашей квартире тут докупить можно за три секунды все что ходить короче вот такой тут сельский пейзаж колоритная индианка идет яркие наряды тут буквально сто метров от дома прошел и все купил здесь одежду продают правда я не знаю в каком она будет состоянии если здесь вот эта красная пыль постоянно летает ну не знаю все открыто висит без проблем тапочки от резиновых то можно в принципе сполоснуть а если какие-то в белую футболку которую вывешивают на тремпель рядом с дорогой она будет красная коричневая через день вот продают всякую эту а хотя здесь не только я думал цветы но такие цветы часто целые такие вот торговые лавки которые торгуются такими цветами для украшения для подношения всяким храмам богам ухты полиция прямо рядом с моим домом байка пока нету не знаю где его арендовать что какие-то непонятные трудности с этим не видно нигде вообще аренда байка вот смотрите прошел всю эту улицу до конца и не нашел пока ничего такого где бы можно было арендовать байк мой овлер хозяин квартиры что-то обещал обещал ну пока это все на обещаниях и заканчивается короче познакомился с местными ребята ну как с местами соседями которые живут в моем же доме и подсказали где можно взять байк вот здесь в этом магазинчике дают типа знаю там людей которые могут сдать байк в аренду и сейчас жду должны подогнать мне байк как бы посмотреть вроде бы 6000 скутер стоит рубасов всякие дела можно взять полноценный мод но он будет стоить это в районе пятнашки 15000 руб мне принципе возить задницу достаточно обычного скутера нафиг не такой мотоцик большой не вижу в этом смысла расход бензина будет больше в общем он такое тут ежуха вечером на улице происходит здесь нужно все ходить и спрашивать потому что я ждал уже сутки вторые сутки ждал что мой овлер хозяин квартиры решит между вопрос того что-то куда-то звонил тамору тамору этот тамору уже третий день продолжается ну в общем как-то так а тут с ребятами просто поговорил где вы взяли банки вот тут подошли в симку покупали здесь кстати симки продают и здесь же спросил за байки все решилось поэтому надеюсь сейчас что-то ну как бы разрулю этот вопрос накрылась у меня змейка на сумке купил новую такую а финала 450 450 или 450 за 300 тут торговаться надо жестко все потому что носить документы и деньги нужно чем то а ну без сумки как бы не очень удобно мягко говоря так все иду домой есть арбузик вон в холодильнике уже наверное остыл смотрите друзья какой меня вид с окна соседняя вилла северина называется готовится уже к новогодним праздникам как они украсили свой парадный вход звезду какую повесили вообще красотень гирлянды все мигает обалденно нужно и мне будет что-то украсить как-то свое жилище повесить тут видимо предыдущие хозяева зажили вот цепляли на стену крючки остались один крючок второй третий четвертый пятый здесь висела я так понимаю скажите гирлянда вот вот на этом проеме здесь ни штор ничего нету надо будет сюда повесить будет веселее привет друзья я опять на пляже арамболя опять закат и смотрите как здесь продают рыбу ну как продают они сейчас вытаскивают сетей рыбаки но ее можно прямо здесь купить вот только что подошли купили килограмм это как ну по нашему и в оси вот купили рыбки свежей только из сетей видите свежачок 100 рупий больше килограмма даже получается свежая рыбка такие дела тут как всегда вечером тусовка людей полно вот такая картина в принципе как и каждый вечер ничего не меняется все стабильно сейчас прогуляюсь туда и назад все все сейчас солнце сядет здоров 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 все ты душать что ли не не вот так с таким видом сижу провожаю солнышко все пол диска уже спряталась все пол диска уже спряталась пляжа арамболь пляжа арамболь пляжа арамболь романтик романтик ваше здоровье дали мне такую вот рекламку в каком-то клубе эйфория будет проходить в 7 часов вечера голден пирамид арамболь бич гуана в общем какая то туса какая то то ли транс вечеринка не знаю интересно сходить это где то здесь находится это из этих убежников это все надо будет точно уточнить если пойду поснимаю вам настоящую арамбольскую тусовку меня уже атаковала торговка браслетами уже надела на руку два да приставучие троха не приставучие бро капец как 50 рупий 50 рупий а вперед или так ну а сколько меня нельзя нельзя вот у меня проблемы а бро нельзя торговать да полиция будет наказывать тебя да так вот мой сегодняшний ул у рыбаков на арамбольском пляже вот такие вот ставрида ну или по нашему как и василь как она называется такая вот ставридка довольно таки не маленькая она и в черном море есть но здесь она крупнее сейчас чищу и буду жарить будет у меня ужин так вот ну что друзья голландский ужин в процессе готов рыбка жарится мульти купил все вот еще тут куча короче я его почистил головы оставил ну жабры выбросил а так все потому что она довольно крупная вообще я посмотрел видосы эту стабиду ее вообще не чистят скажи ну верняка помыли соль перетерли я думаю считать вся вузка отбаливается вот ну это довольно крупная резь нужно было чистить всю перечистил повиседал все внутренности и шкварчит шкварчит запах на улице вот такая красота звезда новогодняя там еще мороз суетится вот а я готовлю на подсолнечном маске жарю куку нужно было конечно купить как кукурузную да ну купил обычно в общем такой у меня здесь отдых живу как ну как дома все готовишь там как бы ну кафешки есть но кафешки все в основном там расположены здесь рядом особо есть здесь рыночек магазины такое все куда-то ходить каждый раз чтобы поесть а так поджарю сейчас свежачок еще мне сегодня сосед сказал где находится фиш-маркет так называемый продуктовый рынок ну рыжный рынок 7 километров отсюда заселился мостом вот хочу туда про съездить там тоже можно купить тунца вот эта вся рыба получилась где-то ну больше килограмма 100 рублей 100 рублей а тунца можно взять за 200 рублей килограмм от 200 до 300 то есть там же и порежут порежут сразу ванной эти стейки и почистят в общем полная готовка все дела я же повар вообще сильный поэтому вся информация которую я узнаю как готовить это все с интернета посмотрел ютубчик и там люди советуют что нужно вот как бы ложить на салфетку готовую жареную рыбу чтобы салфетка обитала лишний жир ну вот собственно так и сделал не знаю правильно неправильно вторая порция ворчит в салфетке даже ладно друзья не допустим надо подправить вот так вот подставляем поворотка получается наклоненная и масло стекает вот еще сжарю а что опять можно жарить салфетки это ж коворотка нарисована значит жить а это типа салфеток варить ну вот такая красота получается на что-то похоже да пахнет класс жареная рыбка это то что надо бумагу меняю то есть положил масло впиталось выбрасываю новое простили сейчас это партия отожаривается и таким же образом да все мне самому нравится хорошо что в соседнем магазине продается вот рис например вот в такой маленькой упаковке 55 рублей стоит 1 кг да они его покупают видно в больших каких-то в развесах потом посудят и так же вот муку я купил сегодня маленький такой не знаю грамм 300-400 мне ее много не надо нафиг ее брать килограммами очень удобно так друзья вот такой такой результат моих трудов кулинарных ну я по-моему пережарил она такая не золотистая аж чересчур золотистая ну ничего пойдет нормально все можно теперь к ней добавить рис еще нибудь нормально ну вот так вот по итогу выглядит мой ужин в ГОА никаких те ресторанов никаких он инклюзивов вот смотрите красота красота что еще надо овощей нарезал помидорчики перец красный красный сладкий пилку хлеб все фруктами закусить и все это стоит здесь фактически копейки то есть здесь цена для сравнения дешевле чем в Украине очень очень дешево вы купите получается эту рыбу я купил за 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 40 гривен ну либо сто там десять сто двадцать рублей килограмм рыбы свежие с океана только выловленные где вы купите только в Индии поэтому ГОА рулит все приятного мне аппетита буду пробовать свою рыбку рыбку